Один из самых сложных этапов конкурса называется «Не урони бабушку». При его выполнении ни одна бабушка не пострадала. Водители троллейбуса должны преодолеть дистанцию с препятствиями, ни пролив, ни капли воды из стакана. Чем меньше ее осталось, тем ниже баллы. Раньше вместо стакана воды водители троллейбусов перевозили статуэтку. Отсюда и название. Один из участников всероссийского конкурса, который представляет Самару, водитель троллейбуса с 8-летним стажем Сергей Василенко. Теоретическую часть он сдал на высоком уровне. Теперь предстоит показать свое водительское мастерство на практике. Волнение все равно сохраняется. В любом случае все конкурсанты, прибывшие сюда, сильны. И очень сильны. Просто молодцы. Борьба идет жесткая. Как говорится, наступаем друг другу на пятки. Я думаю, сегодня будет очень захватывающий день. Хорошо, что дома. Родная трасса, родные стены. Хорошая группа поддержки. И, соответственно, волнение, потому что все внимание приковано. Одно из самых непростых упражнений для участников называется канава. Им нужно пройти дистанцию как можно быстрее, не задев ни одного кубика. Их здесь 8. Заезд в бокс, змейка, остановка, объезд колодцев, коридор, наезд колесом на стоп-линию. Скорость маневрирования и аккуратность – каждая мелочь влияет на результат. Чем меньше времени потрачено, тем больше дополнительных баллов. Оценивают профессионализм водителей троллейбусов 24 судьи из разных городов России. Судьи, которые оценят результаты конкурса, они сотрудники предприятия гороэлектротранспорта со всей России. И чтобы минимизировать какие-то риски, какие-то договоренности, все отдано вот этим вот трем третейским судям. Они из Москвы, они достаточно опытные. Всероссийский конкурс профессионального мастерства проходит 19 раз. За звание лучшего водителя от троллейбуса соревнуются 36 участников из 32 городов России. Нам очень приятно, что Самара принимает такое значимое мероприятие. И мы сделаем все, чтобы в грязь лицом не ударить. Мы сделали все, чтобы нашим гостям было приятно, удобно и комфортно. И вот отзывы пока самые положительные. В эту пятницу объявят имя лучшего. Победителю вручат денежный приз в размере 300 тысяч рублей, а общий призовой фонд составляет полмиллиона. Напомним, что Самара не первый раз принимает соревнования такого уровня. В 2015 году прошел 15-й Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Елена Малютина, Григорий Пешаков, Николай Епифанов. События.